я разминку начну опять-таки с письма с письма из далекой южной америки письмо из далекой южной америки письмо молодого человека который побывал на пяти наших двухдневных встречах в разных городах ни слова не зная по-русски испаноязычный человек вот его письмо супруга у него русская она вот так чудесным образом оказалась в чили вот почему-то оказалось до сама на исказание вот оказалась в чили нашла этого молодого человека или он ее нашел не знаю то есть они нашли друг друга удивительная пара она идет по пути нормально и он тоже стал на путь вот его письмо труд трудится на пути безусловно этот человек который хочет обнять знаете вот с вами сложнее вот насчет обнимания вот он только появляется от солнца то есть духовный талант очевиден там есть светильник духа в южной америке оказывается представляете вот нам бы таких побольше и здесь в россии этого как-то не шатко не валко вот я так смотрю ну как с оглядкой осторожничаете ну не знаю вам бы с головой в омут как пела в свое время это самая сегодняшняя бывшая примадонна до в любовь как в омут бросаюсь с головой вот вам бы вот в путь сознательной революции как в омут с головой а вы как-то вот так вот булькаете фыркаете а есть такое как в омут ну ладно письмо письмо теперь письмо письмо начал писать после трехнедельного пребывания в россии супруга они были в москве на нашей встрече и санкт-петербурге причем когда он отправлялся в россию отправлялся в россию его начальник начальник сказал куда ты едешь там война там вообще все ужасно вот просто страшно я понимаю будет у тебя жена вот такая отчаянная героическая она тебя туда везет ну в общем то его запугали он приехал ну по поводу войны как-то все нормально остался живой но вообще все в порядке оказалось да но там пугают и говорят что здесь просто война тут бомбят стреляют какой-то ужас понимаете насколько зомбированы люди вообще в мире вот чего услышали что сказали им что вложили в их тупое дурацкое подсознание тем они живут то есть люди никак не соприкасаются сегодня с реальностью реальной живой жизни сегодня у людей нету все информация в интернете бог знает где но реальной живой жизни в людях уже нет она отсутствует то есть это мертвые люди вообще это очевидно я вообще мог бы больше сказать я больше знаю поверьте мне но не буду об этом говорить вот не хочу говорить а то у вас вообще оптимизм пропадет и вы просто вот ну застрянете на сегодняшнем вы понимаете все думаете радужные перспективы вот что-то будет еще чуть-чуть вот еще чуть-чуть и мир вообще погрузиться в бездну если честно вы видите это или нет но может еще лет 50 30 20 вам дадут не больше все прописано все предписано уже давно чем кончит этот мир князь мира сего он вообще заведующий всем вы понимаете знаете князь мира сего он коллективной сейчас его представитель шорос слышали о таком парне да вот ему лет сто наверное сейчас ему все по пересаживали наверное я так дом до 100 лет надо жить чтобы пересадили все чего можно да то пересадки головы на не было потому что там все запечатлено вот сегодняшняя ну ладно читаем письмо то а начал писать письмо во время нашего перелета обратно в чили эти недели в россии были полны ощущений которых я не забуду как это уже было в моих предыдущих поездках в эту неисчерпаемую страну но естественно это перевод с испанского переводила жена неисчерпаемая страна россию люди ее истории ее энергии не перестает меня удивлять возвращаюсь домой с наполненной душой со многими словами застрявшего меня в груди из-за моего незнания русского языка я так много хотел бы сказать только надеюсь что как вы говорите асен васильевич вы смогли почувствовать мои вибрации полной благодарности и любви я безмерно благодарен господу бога моя жизнь полна чудес иметь честь познакомиться со столькими людьми следующими по пути от одной из них в эти недели мне посчастливилось близко ощутить вашу теплоту я понимаю что мой случай вызывает некоторые любопытство и для меня большая честь быть частью этого эксперимента иностранцем из далекой страны который не говорит на вашем языке но разделяет сердечное стремление эволюционировать я ему сказал что это эксперимент вот и поле для эксперимента не знаю русского языка ты просто сидишь и слушает он не засыпает никогда в это засыпаете да ну поток вас убаюкивает а в него поток идет но он не засыпает он считывает вибрации понимаете вибрации благодати а у вас все время включается ум на мои слова я счет сказал у вас уже там что-то замельтешило до анализ какой-то сравнение вы поняли или нет я все время вам говорю слушайте меня вообще без ума если засыпаете это неплохо значит вы уже не слушайте меня а поток работы так что засыпаете засыпайте меня больше удовлетворяет вот результат моих бесед когда вы засыпаете вы поняли а когда вы внимательно слушаете все у вас в голове ну чем-то полог вообще задачи про что у вас открылся поток чтобы он у вас но обладел вами на клеточном уровне вот только да у вас пробудет что-то истинное а так вы так останетесь неисправимыми ментальщиками умными вроде бы но в пределах того что у вас вложили за пределы ума вы никогда не выйдете во все время будете плутать в этих дебрях то что там наложили у вас со всех сторон по всем вопросам это будет образ вашей жизни понятно или нет божественная но с умом не приходит тут должен быть оставлен вот так тогда может родиться что-то что за пределами ума за пределами ума ой 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 сколько всего вы даже себе представить не можете ну ладно так что эксперимент с этим молодым человеком серьезный эксперимент в плане духовной реализации человека который ну кое-что конечно он прочитал в переводе супруги но более всего его продвигают по пути открывают ему новые возможности наши встречи я хотел бы рассказать вам что я чувствую и какой было до меняет поездка эти недели когда вы приняли меня как часть своей духовной семьи во первых должен сказать что я обычный человек алина его супруга мой абсолютно единомышленных и вместе мы поддерживаем друг другу чтобы никогда не забывать что ничто в этом мире не находится под нашим контролем господь бог очень щедро к нам он подарил нам компанию наших любимых собак детей у них нет собаки есть хорошие собаки замечать не вел фотографии а также хорошую работу который позволяет нам иметь еду на нашем столе крышу над головой его приглашали он работает в компании я не знаю как она называется на по миру известно его приглашали в европу на большую должность чем он имеет в чили он отказался отказался он меня спрашивал я бы как ты внутренне чувствует я ведь не хочу уезжать из этой страны не хочу в европу правильно выбор он сделал там деньги большие там еще чего-то вы поняли до европы есть европа он остался там где он родился вообще он эквадорец чили эквадор там все рядом испаноязычные страны ну южная америка тогда а там еще какой язык португальский где там язык знаете нет а разили бразилии на португальском а ты все знаешь географию знаешь колонизацию знаешь да вот как это было ладно моя душа всегда была неспокоен неспокойно но с тех пор как я прочитал евангелие с вашим комментариями естественно в переводе супруги она не перестает говорить громко и ясно душа нет другого варианта кроме как продвигаться по пути преодолеть его и полностью отдаться воле господа отречься от славы человеческой принять все хорошее а также плохое чтобы не забывать что господь бог живет в каждом уголке вселенной что ничего не бывает случайно несмотря на то что путь это индивидуальное сознательное путешествие я бесконечно благодарен господу за то что моя жизнь пересеклась жизнью алина через нее с вашей жизнью альсан васильевич и жизнью многих людей в россии которые в прошлом заметьте в прошлом и в настоящем прокладывали прокладывают нам путь русская психогенетика является для меня источником вдохновения не могу избежать сравнения с тем местом откуда я родом александр светский жил между 1448 и 1533 годами он был в монастыре александр светского но вместе с нами полчаса стоял неотрывно глядя на раку с мощами вот просто вот знаете это было нечто есть фотография вот так потихонечку сфотографировал в раке с мощами он стоял на расстоянии где-то полутора метров но просто то есть он там пил эти вибрации буквально вот этот для него вам то все приелось там были сам были у этих мощей у тех а для него это было впервые он это почувствовал вообще что-то огромное тотальная он говорит о нашем прошлом наш прошлом того что было александр светский жил между 1448 1533 годами именно в этот период испанцы открывали то есть завоевывали америку 1492 год в то время как европа испания португалия колонизировала латинскую америку навязывая одну из версий христианства далекой от истинной сути населению далеком от учения господа русский народ имел за плечами уже сотни лет духовного развития вот древняя наша психогенетика древняя тысячи лет цитирую одну из ваших бесед и сан василий становится ясно что россии любимое творение господа бога именно по это именно потому что он заботится о самом плодородном духовном поле в мире русские боролись и продолжают бороться в самых важных сражениях духовной истории у меня была возможность посетить ее церкви и музеи приблизиться к мощам ее святых почувствовать энергию и народа трудно объяснить но именно в этом прошлом и настоящим я нахожу энергию чтобы идти вперед моей собственной духовной революции это было третий раз когда я имел честь встретиться с вами альсан васильевич казань и иркутск а теперь москва и питер и каждая встреча особенная и другая и не только из-за места и людей но потому что я менялся я помню его на первой встрече в казани для него даже там постельку приготовили стоял диванчик решили что он уснет сразу и пусть спит но он не ушнул два дня в казани он прослушал все таскать не в одном глазу нормально к нему в перерыве подошла одна женщина и говорит ну как а вон не бельмеш по-русски а зачем тогда пришел она ему говорит он не понял что она сказала но я слышал как это пришел за делом это она зачем пришла от другой вопрос а вот он пришел туда куда надо и за делом понятно после первого посещения одной из ваших встреч я был уверен что так же как ваши слова путешествовали по воздуху и достигали моих ушей так энергия могла достигать моего тела независимо от того чувствовал я ее или нет в виде потока так и было я ее чувствовал но не в виде схода или потока как непрерывный шум в ушах и как чувство любви в моем сердце который я не могу объяснить сразу она до сердца него дошла без ума то благодать он почувствовал понял что такое благодать то есть ему аванс был дан несмотря на то что я не понимал о чем вы говорили на встрече я знал что моё тело получила вашу любовь должен признать что незнание русского языка также может быть недостатком мой ум очень изворотлив чтобы воспользоваться этой ситуации отправить меня обратно в чили с тысячами воображаемых проблем но в этот третий раз что-то изменилось это был третье посещение россии но семинаров он 5 посетил двухдневных но и третье посещение россии у него было но в этот третий раз что-то изменилось алина поделилась со мной одним из ваших советов слушать изнутри из сердца то есть погрузить внимание сюда и отсюда жить и слушать вот отсюда они в голове вы же никогда туда не ходите вы все время по поверхности вы все время где-то вокруг да около вместо того чтобы вот здесь центрировать внимание и тогда проблем то нет поток идет прямо туда и все там там все вопросы решаются не в голове таким образом мысли остались снаружи и я смог быть в реальном времени почувствовать ваша речь иначе чем это было раньше почувствовать без слов вы поняли да я все так же не понимал ваших слов но пока слушал был уверен что слушая бога не меня бога поток вы поняли духовную ипостась господа вот об этом речь вот не я бог вы поняли поток шел слов то он не понимает чтобы все это разделяли не меня вы должны слушать а то что у вас внутри родится и происходит я все так же не понимал ваших слов но пока слушал был уверен что слушаю бога и всем сердцем благодарил господа за возможность быть там и тут моя душа наполнилась глаза наполнились слезами а сердце любовью и благодатностью к вам кольцам васильич и ко всем людям присутствующим в зале к сожалению мой ум тоже включился и на я начал анализировать то что я почувствовал конечно этим я отрезал эту гармонию но чувство благодарности сопровождает меня до сих пор вернувшись в чили первое чувство которое посетило меня это грусть от того что я не могу видеть вас и слушать каждую неделю я также скучаю по россии по ее людям хотя алина говорит мне что легко скучать по летней россии особенно если я не знаком с ее суровыми зимы но чего мне действительно не хватает так это быть окруженным ее психогенетикой почувствовать себя частью этого питомника душ под непосредственным попечением и надзором господа бога понимаете вот находится в этом питомнике не цените вас все политика война экономика вы понимаете вот главного вы не ощущаете вам бы вот куда-то вот далеко в антарктиду на пару-тройку лет а потом опять сюда ссылку вот куда-то отправить а вы тут находитесь вы не цените где вы вообще пребываете в какой стране ведь страна и родина это не правители которые меняются и не власть которая меняется вы это хотя бы понимаете а этого родину или страну с властью как-то ассоциируете это полная чушь психогенетика вот глубинное вот что вы должны в себе нести вы я говорю о людях которые выбран для себя этот путь остальные это их дело скучаю по этой энергии этой любви и поэтому покою которые ощущаю в россии а эти ну как только я начинаю чувствовать печаль моя душа повышая голос и напоминает мне что страдать может только его я закрываю глаза и слышу энергию в ушах я знаю что вы здесь со мной у меня еще много очень много работ на пути моя повседневная жизнь в чили постоянно пытается отвлечь меня от самого главного мне не хватает порой дисциплины что бодрствовать знаю что нельзя терять время я надеюсь оставаться на одной волне со святым дыхом чтобы победить тангалашку и моё эго ну тангалашку это так поисий святогорец бесовские силы называют спасибо отец анд василич спасибо марь павловна и спасибо всей нашей нашей духовной семье в россии нашей ведь и он часть нашей семьи с большой любовью ищили где ходят вниз головой вверх ногами я всегда шучу на эту тему он тоже подписался 2 до он не позвонил бедней мы ему позвонили чтобы получить разрешение обнародовать это письмо и он без всякого акцента по-русски скал привет альсан васильевич выучил привет альсана же так хорошо сказал понятно да не цените то что имеете абсолютно не оцените цените совсем другое я не о всех говорю вот у каждого понемногу есть того чем я говорю вот что вы все-таки не дорабатывайте не доделываете то что надо бы делать вот не дорабатывать это я вижу расслабляетесь ну коль выбрали путь то расслабляться в общем то можно иногда да но надо быстро спохватываться что расслабились понятно вот и все ну ладно разминка окончена вообще вы знаете программу нашей двумневной встречи что там на сайте написано я не знаю а что там написано да но главное самого главного и пётр я ключа дает и мистер эхат будет слышали о таком человек 13 век западная европа а это явление вот то что действительно ценного было в западной европе действительно ценного все остальные личности они известны и много понаписали а это практик эволюционист мейстер эхат о нем я думаю тоже поговорим я давно о нем не говорил о нем нигде не написано у меня и не будет написан так я понимаю меня часто спрашивают книги 2 по истории спрашивают да я надеюсь что я увижу прижизненное издание этой книги когда это будет я не знаю ну прижизненное при моей жизни она выйдет до марьера ну вот хорошо меня спасибо тебе а сейчас готовится небольшая брошюра или книжка страниц на 100 120 я прочитаю в нотацию вот той книги которую я все-таки принял решение издать до второго тома истории понятно потому что это насущная необходимость именно в этой книге сегодня я аннотации прочитаю думайте вот это она то она маленькая аннотацию к этой книге книга будет называться и снова о главном под название актуальная на сегодня реализация пути сознательной духовной революции исторические не случайности роль психогенетического фактора в историческом процессе это под название и снова о главном название будет этой книги в работе главное самого главного в краткой форме приводится наиважнейшие сведения крайне необходимые для правильной практической реализации пути сознательной духовной революции в работе советский период отечественной истории черная дыра или воля проведения представлены базовые законы духовной эволюции показаны их основополагающий роль в историческом процессе наглядно иллюстрируемое рассмотрением советского периода отечественной истории в работе о психогенетике и роли психогенетического фактора в историческом процессе дано определение психогенетики как хранительницы совокупного лицо но опыта индивидов процессе перевоплощений и освещена ее главенствующей роль в отношении к между людьми странами народ вот такая аннотация три работы будут помещены в этой книге три мои последние по времени написания работ надеюсь не последние вообще понятно ну ладно а теперь действительно главное самого главного или краткая памятка следующим по пути сознательной духовной революции это окончательный вариант все я боюсь уже пересолить вот то что я постепенно постепенно накапливал начинал с 15 страниц сейчас 32 как-то в два раза это все расширилась но я сейчас понимаю что должен быть какой-то предел когда пересолишь будет невкусно понял что вот оптимум именно вот в этом объеме в первой части нашей книги о самом главном я надеюсь вы все к этой книге обращались читали ее первой части нашей книги о самом главном под названием все о человеке и человечестве представлен необходимый теоретический оптимум для начинающих работу на пути сознательной духовной революции ну и соответственно вторая часть этой большой книги до посвящена практической реализации пути где более чем подробно изложены все направления и нюансы практической работы словом обращайся книги трудись однако на деле все оказалось не так просто как хотелось бы автору а посему после личного общения с некоторыми из вас возникла настоятельная необходимость обратить ваше пристальное внимание на главное в самом главном дабы успешно преодолеть ваши типичные ошибки и заблуждения практического но и отчасти теоретического толка надеюсь что периодическое прочтение этой памятки а для этого вот я советую пока она в интернете выложенная не напечатанным именно читатель распечатку они с экрана какого-то понимаете это должна быть вещь которая рядом с вами без электронного посредника понятно должна быть книга ли распечатанные листочки вы меня поняли или нет не читайте с экрана ничего с экрана это в одно ухо влетела в другое вылетела это проверено и все равно что ну читать на помойке на помойке живы книги не читаете нет а с экрана читаете вот это клиповые вбросы все эти новости то есть сознание человек сегодня разорвано клиповая она не целостная это ужасно тоже сегодня творится вот сегодня в вагоне метро единственная девушка читала книгу вагон полон был но остальные понятно тыкали и книга это на английском языке и в по моему порнографии или детектив как я вот по названию так вот единственная девушка читала книгу метро знаете одна единственная уж обрадовался а потом она обложку так повернула я хода бедно там понимаю нехорошие слова по-английски и вижу в сайте вот вот одна единственная в метро вот вам диагноз то вы поняли не надо далеко ходить так же как я раньше инфляцию определял в 90-е годы инфляции мощная была до целые институты работали статистики инфляции столько-то процентов я покупал туалетную бумагу и по росту цен на туалетную бумагу определял инфляцию почему потому что это расходный материал он дорожал вот я инфляция за год пожалуйста насколько поднялась цена туалетной бумаги все очень просто не надо держать этот штат сотрудников там что-то не подсчитывали по каким-то отдельным показателям вот туалетная бумага понятно ли я бы им раз предложение выдал чтобы не держать сон паразитов вот там в этом отделе которые занимались этим делом понятно нет ну ладно я не шучу так был на самом деле так что сейчас по туалетной бумаге посмотрите сколько она стоила в начале года посмотрите 12 процентов инфляции или чуть больше поглядеть ну воспользуйтесь советом от нормально ну ладно так вот надеюсь что периодическое прочтение этой памятки с критических позиций по отношению к своим духовным достижениям позволит вам самостоятельно не прибегая к посторонней помощи в частности в моем лице снять многие вопросы внести необходимую корректировку в вашу творческую надеюсь работу на пути сознательной духовной революции творческую понятно так вот путь сознательной духовной революции определен нами как единственная дорога в будущее они приложена истина для духовно одаренного человека определена как непременная практическая реализация этого пути истина для конкретного человека это следование по пути сознательной духовной революции иной истины не ищите следовать по пути вот она одна единственная истина понятно наверно связь этим необходимо четко определить смысл вкладываемой нами в само понятие путь сознательной духовной революции это очень важно очень важно ибо многие считают что начав какую-то работу в направлении духовного совершенствования они следуют правильным путем но перечислим наиболее распространенные варианты псевдо духовной реализации псевдо духовной реализации это штудирование духовной псевдо духовной литературы в огромном количестве включая трепетное обожание духовных и псевдо духовных кумиров это прохождение всевозможных психоэнергетических тренингов и практикование специальных медитаций ну включая занятия в школах причинности рейки дир космоэнергетики и прочие варианты клубной духовной самодеятельности их много занятия нлп нейролингвистическим программированием крайне опасной формой современной оккультной магии практикование различных форм йоги введение здорового образа жизни затмевающего работы заботу о душе посещение храма неукоснительное соблюдение ритуальной молитвенной практики паломничество по святым местам и прочее 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 все это не имеет никакого отношения к тому что мы называем путь сознательной духовной революции понятно никакого отношения и нередко казалось бы невинные психоэнергетические тренинги особенно опасны восходящие медитации с принудительным поднятием поднятием энергии кундалини приводят к стойким нарушениям энергетической структуры организма их серьезным расстройством психики особенно у тех кто имеет духовный талант но не занимается правильной его реализации нам приходилось сталкиваться с жертвами подобных губительных процедур реабилитация которых была длительной весьма непростой наскать не всегда успешной занимаясь вышеперечисленным мероприятиями подчеркиваю не имеющими никакого отношения к истинной духовной работе эти бедолаги безапелляционно заявляют что у каждого свой путь забывая при этом добавить проб и ошибок то есть проб и ошибок путь у каждого свой до истинный путь может быть только один и не предполагает никаких параллельных вариантов только один мы должны понимать до истинный путь иллюзорные результаты подобных всех духовных занятий затмевает и без того слабые проблески истины в человеческом сознании создается иллюзорная видимость духовной реализации то есть иллюзия духовной реализации на самом деле вы просто бегаете от главного вы не выполняете свои истинное земное предназначение а главное это следование по пути сознательной духовной революции это следование по пути постижения истины это следование по пути постижения господа это следование по пути который оставил нам спаситель в начале нового тысячелетия когда он пришел на землю для того чтобы манифестировать начало эры сознательной духовной революции начала эры сознательного стяжания духа вот и все с этой миссии он пришел на землю из тех пор действительно стяжание дух святого божьего и обретение царства божией жизни вечной стало возможно стало возможно для каждого человека имеющего духовные таланты стремящегося его правильно реализовать и чтобы конкретизировать понятие путь сознательной духовной революции необходимо отметить семь важнейших аспектов и если хоть один из этих аспектов опущен или искажен то все кем-либо декларируемой или проповедуемой под вывеской путь духовной реализации не имеет к означенному пути никакого отношения никакие компромиссы тут неприемлемые попытки совмещать работу на пути сознательной духовной революции с облюбованными вами иными мероприятиями например занятием йогой неизбежно обречены на провал коль стали на путь с первой любовью придется расстаться в противном случае вас ожидает ну топтание на месте или хуже того хуже того духовная деградация и так перечислим эти важнейшие аспекты конкретизирующие понятия путь сознательной духовной революции в уточненной редакции да вот этой редакции последний они были тоже представлены в наших работах но участвует также уточнена я в общем-то предлагаю вам последние редакции эти аспекты и советую вам самое пристальное внимание на них обратить когда это будет напечатано да а недовольство цих беглым прочтением первый аспект час их просто зачитаю следование по пути сознательной духовной революции это индивидуальная творческая работа искренне выискатели истины базирующиеся на знание механизма духовной эволюции и и движущих сил и основных законов на знание место человека в эволюционном процессе его особые роли как переходного существа от человека ментального человеку супраментальному или духовному это первый аспект второй аспект следование по пути сознательной духовной революции это сознательное подчинение всей своей жизни подчеркиваю всей своей жизни внутренней и повседневной постижению истины с реализации в конечном счете учения спасителя в его родниковой чистоте то есть незамутненного вмешательством эмоциональных последователей ментальных толкователей евангельских откровений третий аспект следование по пути сознательной духовной революции это непременное открытие через посредство практики молчания ума или искренней сердечной молитвы нисходящей божественной силы ли дух святого как хотите выполняющий всю необходимую работу по духовной трансформации сознания и тела искатели истины четвертый аспект следование по пути сознательной духовной революции это непрестанное стяжение стяжание нисходящей божественной силы или непрестанное причастие духом святым божиим с последующим абсолютным смирением и полной сдачи себя в руки всевышнего пятый аспект следование по пути сознательной духовной революции это не культивирование эго это не укрепление собственной воли это не наработка психологических или религиозных стереотипов поведения а последовательное умоление эго освобождение от всех стереотипов поведения в итоге полное предание себя божественной воли шестой аспект следование по пути сознательной духовной революции это последовательная реализация психофизически значимых этапов духовной трансформации сознания, включая акт духовного рождения, то есть обретение психологического бессмертия или, по словам Спасителя, Царства Божьего, означающую открытие искателем истины своей нетленной божественной сущности и обретение внутреннего учителя. И, наконец, седьмой, последний аспект – следование по пути сознательной духовной революции – это в конечном счёте проявление в коконе тленного физического тела, вибрационного носителя нового супраментального сознания, способного после оставления душой и физического тела переходить на тонкий план бытия без потери памяти и индивидуальности, что означает фактическое обретение жизни вечной, о которой возвестил нам Спаситель. Вот эти семь аспектов четко прописано, что такое путь. Так вот, вышеперечисленные аспекты, предельно чётко определяющие путь сознательной духовной революции, не есть умозрительные теоретические рассуждения. Это плод практических обобщений, бесценного духовного опыта истинных гений в человечестве. Понятно? Это не теория. Это не домыслы. Хотелось, чтобы вы именно на это обратили внимание. Это результат практического опыта, анализа большого практического опыта истинных духовных гений человечества, которые в разные времена появлялись на Земле, дабы пробудить спящее сознание людей. Те, кому претит данное нами определение пути, те, кто являются его противниками, ведущими или неведущими, что творят, они потворствуют князем мира сего в его разрушительной работе в земном человечестве. Хочешь напомнить, что в любом случае, в любом случае, подчёркиваю, даже если люди не ведают, что творят, с них не снимается кармическая ответственность за нерадение Господа. Это надо понимать. А теперь переходим к немаловажным частностям, во многом определяющим качество вашей сознательной духовной работы. Типичный, часто задаваемый вами вопрос, что такое духовные таланты, есть ли он у вас? О наличии духовного таланта, наличии у вас духовного таланта, свидетельствует прежде всего ваш правильный выбор. Отмели всё, где когда-то ранее подвязались в поисках духовной реализации, окончательно выбрали путь сознательной духовной революции. Теплом души, действительно, теплом души почувствовав, что отныне это ваше, и ваше сердечное стремление воссоединиться с Господом становится определяющим всю вашу дальнейшую жизнь. Это, разумеется, идеальный вариант. Другое дело, как вы будете реализовывать свой талант целенаправленно и серьёзно, выполняя в полном объёме все методические предписания, и только тогда, понятно, будет значимый результат. Или формально, с линцой и прохладцей, обратив работу на пути в своеобразный духовный фитнес ради витального блажения эго, что вызывает лишь иллюзию духовной жизни. А загубленный духовный талант, помните об этом, грозит вам многими кармическими неприятностями в плане физического здоровья, ну и мирской успешности. Скрытый, неявно выраженный духовный талант может проявиться в вашем намерении попробовать, если предлагаемый путь изначально не вызывает у вас категорического отторжения, попробовать его практическую, пусть пока механическую реализацию, с открытием потока нисходящей силы, или божественной силы. Открывшись потоку, вы можете почувствовать его работу в теле, ощутить присутствие разогретой им души, в которой способно проявиться искреннее сердечное истремление к духовной реализации. Попробовали механически в молчании ума открыться потоку, почувствовали тепло души. Значит, есть талант? Есть, конечно. Отклик получили. Понятно? Ещё, если вы хоть раз в сознательной взрослой жизни, подчёркиваю, взрослой жизни, задали себе вопрос о смысле собственного существования, то есть для чего вы появились на Земле, то есть о смысле жизни, но так и не получили на него правильный ответ, если со временем начали буквально задыхаться в смрадной мирской атмосфере, то у вас, несомненно, есть духовный талант. А истина для конкретного человека, пусть мало-мальски имеющего духовный талант, это непременно исследование по пути сознательной духовной революции. О полном отсутствии духовного таланта, по причине незрелости души или её полной демонизации, есть всего два варианта, да? Или незрелая душа, или она демонизированная, свидетельствует враждебные отношения или полное равнодушие к рекомендуемому пути. Понятно, да? Значит, нет у вас духовного таланта. Причин две. Либо демонизация души, либо душа ещё незрелая. Так что, понятно, с духовным талантом разобрались? То есть себя можете уже протестировать. Но, слава богу! Что такое сердечное стремление? Это тоже важный вопрос. Я много говорю о сердечном стремлении, о выискреннем сердечном стремлении. Так вот, сердечное стремление, безусловно, предполагает наличие духовного таланта. Понятно, наверное? Нет духовного таланта, нет и сердечного стремления. Откуда ему взяться? Сердечное стремление – это то, что приводит вас на путь сознательной духовной революции, что заставляет вас искать нечто за пределами видимой реальности, то, что исходит от вашей истинной сущности. Сердечное стремление исходит от вашей истинной сущности, от божественного присутствия в вас. Оно не даёт вам успокоиться ни на чём, что не имеет отношения к поискам единения с Господом. Ясно? Сердечное стремление должно привести вас к единению с Господом. Не больше, не меньше. Не просто там, как поиграть в духовность, а воссоединиться с Господом напрямую. Сердечное стремление – это та внутренняя духовная недостаточность, хроническая жизненная невдовлетворённость, которую ничем не унять ни мирскими утехами, ни псевдодуховными исканиями, включая духовный фитнес, то есть погоню за хорошим настроением при соблюдении здорового образа жизни. Поначалу стремление – это что-то вроде невнятного, но настойчивого позыва. «Пойди туда, не знаю, куда, найди то, не знаю, что». Вот ищу, не знаю, мечусь. Или не мечусь, так сказать, вовне, а внутри метания. Кто-то ходит, пытается где-то подвязаться, попробовать, хотя кто-то вот никуда не ходит, к счастью, внутри мечется, в клетке, да, в ипоне. Есть два варианта метания. И это до тех пор, вот эти метания, пока не найдёшь. А уж когда найдёшь, тогда сразу становится понятно. Вот оно, вот оно, что так долго искал. И что только это, именно это, может утолить ваш духовный голод. Всё, нашёл. И теперь уже ничто не может заставить вас уйти с на единого пути. Нужно непременно вернуться домой. Господу, во что бы то ни стало, без этого императива ваша жизнь становится невозможной. Теперь вперёд, итог вперёд. И непременно помните, пока не сделано всё, не сделано ничего. Только не путайте сердечное истребление с целью. Очень важно уметь разделять цель и сердечное истремление. Так вот, цель – это продукт эго. Всегда эго ставит цель. И цель преследует сугубо прагматичные вещи. Как, например, поправить пожатнувшееся здоровье, да? Вот встану на путь, у меня болячки всякие разные. Александр Васильевич сказал, что вот эта сила, которой мы открываемся, она целебная и может исцелить всё. Это цель, понятно? Эгоистическая цель – поправить, допустим, пожатнувшуюся здоровье. Правда, с этого можно начать, а потом можно вляпаться в серьёзное хорошее духовное течение. Понятно? Можно вляпаться, ради Бога. Не возбраняется. Но если это у вас главное – поправить здоровье, ну, у меня тогда слов нет. Ещё цель – например, обрести некие сверхъестественные силы, использовать их по своему разумению. То есть получить желаемое в медской деятельности. Это тоже цель. У меня всё как не так. Вот я откроюсь божественной силе, она меня поведёт по жизни. И я что же захочу, так сказать, то и ворочу. Вот это будет у меня, то, сё, пятый десятый. То есть получить какие дивиденды от того, что вы стали на путь. Понятно? Это эго. Эго. Который не имеет никакого отношения к сердечному стремлению. А могут быть, как вам кажется, и благие цели. Как, например, получить неведомое вам просветление. Хочу просветление. Вроде как это духовное что-то. Ну, вот хочу. Это тоже эго. Понятно. Ну, вот хочу непременно его получить. Не знаю, правда, что это такое. Родиться в духе или обрести бессмертие. Ну, в крайнем случае. Умирать не хочу. Вот сейчас пойду по пути. Говорят, что там можно обрести жизнь вечную. Понятно, наверное, что таким настроением, которое не имеет никакого отношения к сердечному стремлению, работа на пути или каторгой покажется, или вы её сразу забросите. Ясно? Это не сердечное стремление. И коль вы озабочены, например, тем, чтобы получить просветление, или обрести бессмертие, или родиться в духе, вот, коль вы этим озабочены, то из-за отсутствия ровности в эмоциональной сфере, а вы же хотите этой цели достичь, да, эти благие намерения так и останутся вашей несбыточной мечтой. Никаких целей и задач в работе на пути сознательной духовной революции быть не должно. Только искреннее сердечное стремление полностью окончательно воссоединиться с Господом. Всё. Понятно? Вернуться домой. Больше ничего. В частности, исключаются. Любые. Только тогда работа будет продуктивной. Только тогда будет действительно результат. Смирение и терпение. Как их отличить? Смирение – это единственный способ проработки вашего кармического прошлого. Единственный способ умоления Гадыни и обретения подлинной ровности в эмоциональной сфере. Без смирения на пути сознательной духовной революции делать нечего. Практика смирения, в конечном счёте, предполагает ваше полное с пониманием приятия всего происходящего с вами в мирской жизни как заслуженного вами. При этом помните, что вы сами есть творец всех своих неприятностей. То же касается нападок на вас со стороны людей, включая близких. В условиях колючего социума нападки будут принимать всё безоговорочно, без опыта, без вопросов, сохраняя ровность сознания, причём с благодарением Господа за испытания. И можете не сомневаться, я уверяю вас, что спустя полгода практики искреннего смирения, результаты станут для вас очевидными. Вершиной практики смирения является ваша всегдашняя готовность принять с благодарением Господа за всё происходящее с вами. Дал – благодарите, отнял – благодарите, не дал – не отнял, тем более – благодарите. Смиренный человек не ждёт от Господа никакой награды за смирение, равно как и не имеет надежды на лучшее. И только тогда Господь непременно его привечает и бережно ведёт по жизни. То есть смирение никаких надежд на лучшее. Вот вы понимаете, вот как только у вас надежда на что-то лучшее, вот я сейчас смиряюсь, смиряюсь, якобы смиряюсь, а потом будет хорошо. Вот всё принимайте. Пока бьёт как следует, вот принимайте. Потом вдруг перестал бить, но тоже принимайте. Ну что делать? Иногда ко мне подходят люди, ну вижу, по глазам у них всё в порядке. Говорит, Александр Васильевич, вот вы говорили, что он должен бить. Меня чуть-чуть побили, больше не бьёт. Может, я что-то не так делаю? У меня по глазам-то вижу, говорит, да всё нормально, тебя бить не надо было сильно. Ясно? Пару раз ударил, и всё. Так что вы уж особо-то так, если вас не сильно бьёт или не бьёт, претензии Господу не предъявляйте. Понятно? Всё в меру, он дозированно всё делает. Ну, понятно. Не нужно его учить, как с вами поступать. И что очень важно, лишь при достижении абсолютного смирения, никак не раньше, подчёркиваю, вы будете постоянно, постоянно, подчёркиваю, пребывать в состоянии благодати, в извечной тихой радости, живой жизни, жизни в присутствии Господа. Никак не раньше. Господь может вам дать аванс в смирении, вот на каком-то там отрезке пути, вы ощущаете благодать, потом её нету. Вы опять вне смирения. Окончательно состояние благодати вы обретёте только, когда будете в полном смирении. Понятно? То есть всегда у вас благодать будет с вами. Окончательно. Ясно? С утра до вечера, с вечера до утра, до дня, день, из года в год. Это финальный результат нашей работы. Только в смирении, хочу подчеркнуть, вами обретается могучая духовная сила, залог вашей абсолютной безопасности. Смирение – абсолютная безопасность. Вы под защитой Господа. Надёжней защиты нету. Ясно? Только в смирении. Истинно смиренный человек не ведает страха и чушь агрессивности. А посему он просто невидим и неуязвим для враждебных сил. Ясно? На тонком плане, на физическом плане вы невидимы. На вас никто не нападёт. Вам никто не повредит. Не в состоянии вам повредить. Вы невидимы. Вы не притягиваете опасности. Понятно? Вот в чём абсолютная защита. Духовный покров. Только трусы и агрессоры, а это всегда в одном лице и таких подавляющих большинству, обнаруживают себя в поле враждебных сил и становятся их слепыми игрушками, объектами нападения. Ясно? Трусы и агрессоры. А вы не трус, не агрессор, вы в смирении. Всё. Благодать и в смирении абсолютно защищены. Классика. А что касается терпения, которое часто путается с смирением, то терпение исходит из вашего витального эго, которое, если и принимает всё происходящее в жизни с видимым спокойствием, то всегда ожидает за это награда от Господа, имеет отчаянную корыстную надежду на лучшее. Мол, заслужил. Вот терплю, терплю, терплю и получу награду. Заслужил, за терпение. Понятно? Вот терпение и смирение существенно отличаются. Смирение исходит от истинной сущности, а терпение – от эго. Буду терпеть – говорят, что в терпении это, в общем-то, потом и награда последует. Нет, никакой награды не будет. Терпеть – надоест. Плюните и пуститесь во все тяжкие. Ясно или нет? Совершенно разные вещи – терпение и смирение. Надо сказать, что терпению всегда, в отличие от смирения, сопутствует внутреннее нервное напряжение. Всегда сопутствует внутреннее нервное напряжение, время от времени требующие разрядки, в форме вроде бы немотивированных эмоциональных срывов. То есть спускаете кобеля. Ясно? Терпение. Предел есть. Практика терпения, в кавычках, да, или имитация смирения, в конечном счёте вскоре надоедает. Ибо вожделённая награда не предвидится, а страста терпит скатывается в обычную медскую колею, где уже ни о каком смирении речи быть не может. Понятно? То, что чётко нужно разделять смирение и терпение. Смирение – это готовность принять от Господа всё, всё он преподнесёт с благодарением. Ради Бога. Если вы особо сопротивляетесь, да, то период экзаменационный будет, ну, более длительным. Если готовы, в общем-то, сразу смирение, пребывать в смирении, да, то это быстро. Ясно? Кому-то года могут потребоваться, а кому-то – несколько месяцев. Ясно или нет? Что означает «лечите всё покаянием»? Покаяние означает абсолютно искреннее признание Господу, то есть божественному присутствию в себе, не Господу где-то там в пространстве, на небе. Понятно? Искреннее признание Господу, то есть божественному присутствию в вас, в вашем сердце, вашему ангелу, хранителю, а не какому-то воображаемому Богу где-то в пространстве, признание своей неправоты в чём бы то ни была, как в прошлом, так и по мере проявления в настоящем. Неправота в поступках, в намерениях, в мыслях, то есть в том, что относится к категории так называемого грехов. В том, что со всей очевидностью недопустимо для следующего по пути сознательной духовной революции. Это требует, дабы не завязать кармических узлов, немедленного лечения покаяния. Ваша неправота проявляется также в ситуациях, где вы проявляете несмирение. Если у вас нет смирения, вы не правы, в любом случае. Проявление несмирения – это ваша неправота. Ясно? Тонкий момент, да? Вот вы ходите из состояния ровности, нет смирения. Вы не правы, в любом случае, не анализируйте. И тут покаяние – единственное лекарство. Сам обиделся – покайся. Кого-то обидел – покайся. Всё. Это вчера мне задавали такой вопрос. Очень правильный вопрос. Вот здесь есть ответ. Так вот, своеобразная практика покаяния имеет место в нашей повседневной жизни, когда в процессе социальных контактов мы честно обнаруживаем в себе, а это тождественно покаянию, наличие нелицеприятных эгоистических качеств. Например, гневливость, раздражительность, зависть, жадность, сребролюбие, мнительность, осуждение, лицемерие, ревность и так далее и тому подобного. Если вы это видите в себе, если это вышло на поверхность и вы это увидели, осознали – это и есть акт покаяния. Понятно? То есть честно признавать наличие у себя этих нелицеприятных качеств. Честно. Не то, что они там сиюминутно проявились в какой-то ситуации. Это в вас сидит, это ваше. И это не должно ввергать вас в отчаяние и служить сигналом к вступлению в борьбу с ними. Ибо победить этих злочастных витальных монстров на их территории невозможно. Не надо бороться с жадностью, не надо бороться с завистью, не надо бороться с ревностью. Бесполезные занятия. Просто фиксировать их, когда они проявляются у вас в обыденной жизни. И каждая последующая фиксация по мере проявления ослабляет силу этих импульсов вас. И всё. Потом останется где-то на закуске что-то очевидное для вас, но не исчезающие даже путём ваших, так сказать, признаний наличия их в себе. То обратитесь к Господу. Он с этим очень хорошо справляется. Если обратитесь дня через два, через три, это исчезает. Проверено. Это то, что последнее остаётся у вас. Ясно? Вот последнее. Вроде бы очевидное, то, что должно первым исчезнуть. Нет, оно исчезает последнее. Потому что это настолько глубоко у вас укоренено, только с помощью Господа это можно ликвидировать. Обращайтесь. Он делает это. Элементарно. А в остальном остаётся только мгновенное осознание в момент проявления этих нелицеприятных качеств, чтобы сам факт осознания, своеобразного покаяния, ещё раз хочу подчеркнуть, а с заразом подрывает их силу. И со временем сводит на нет их деструктивное влияние на вашу психику. Правда, на это требуется время, но другого варианта окончательно разделаться с этими нелицеприятными сожителями не существует. Вообще-то, со слёзного покаяния и отпадения от Господа надо начинать работу на пути сознательной духовной революции. Но кто же из вас, становясь на путь, начинал работу на пути с искреннего слёзного покаяния и отпадения от Господа? Я думаю, что никто. Ну, может быть, слышали, что с этого надо начинать работу, произнесли это, но никакого искреннего слёзного покаяния вы, став на путь сознательной духовной революции, не приносили. Так я понимаю. Я говорю об искреннем покаянии, что вы отпали от Господа, чтобы слёзы у вас пылились. Не было такого. Ну и ладно. Никогда не поздно, со временем, в общем-то, это признать и покаяться. Ясно? Формально с этого вроде надо начинать, но вы с этого не начинаете. Это факт. Потому что отношения с Господом, вообще какие-то понятия о нём у вас очень-очень смутные. Поэтому вы и не начинаете с этого. Ясно? Ничего страшного нет. Попозже осознаете и покаетесь. Если ранее в этом не покаялись, то вернуться к нему, к этому покаянию, в отпадении от Господа, никогда не поздно. Самый главный наш грех, один-единственный главный, это грех отпадения от Бога. Все остальные так называемые грехи, его производные отпали от Бога, и появляется целая серия всяких разных грехов, больших и малых. Понятно? Вернётесь домой, ликвидируете главный грех, и всё остальное, в общем-то, перестаёт существовать. Понятно или нет? А так, бороться в отдельности с каждым из грехов, это можно не одну жизнь на это потратить, и всё будет бездовку. Вы только будете укреплять то, с чем боретесь. Вы укрепите это в себе. В общем, простая вещь. То, с чем боретесь, это набирает силу. Вы подпидываете этой энергией внимания, и оно раздувается. Борьбы никакой быть не должно. Но, равно как есть один единственный страх – страх смерти. Все остальные страхи психологические, производные страхи, страха смерти, они проистекают от него. А что касается так называемых болезней, то они производные от одной единственной болезни, которая страдает всё земное человечество, от хронической эволюционной недостаточности. Да? Значит, есть один грех, один страх и одна болезнь. Так вот, один главный грех – ликвидируйте, то и страхи все на места встанут, и болезнь тоже прекратит своё существование. Вернитесь к Господу. Очень простая арифметика. Понятно? Да вот работа на пути сознательной духовной революции – это путь единения с Господом. И больше ничего. То есть вернуться домой. Всё остальное приложится чудесным образом. Работа на пути венчает единение с Господом, в конечном счёте со всем сущим, что означает ликвидацию главного греха, победа над смертью, обретение возможного максимума телесного и психического здоровья. Всё? Всё, что мы можем – это опомниться, раскаяться и прильнуть Господа, уповая на Его милость. Вот и всё. Опомниться – значит понять, что всё не так в этой жизни. Увидеть, почувствовать, пронзительно осознать ложность и бессмысленность обывательского существования. Покаяться – значит признаться себе, Господу в себе, что неправильно жил, ориентировался на ложные ценности, руководствовался эгоистическим стремлением и вообще шёл не в ту сторону, увлекаясь мирским и тленным. Признаться, что забыл свою истинную сущность, свою божественность, свой дом, предал Господа состав кумира и самого себя, и собственного эго. Ну вот такое покаяние, примерно в таких словах, в ваших словах, должно в конце концов у вас состояться, как бы прозвучать внутренне. Что такое практика бодрствования или бдительности сознания? Бодрствующее или просто наблюдающее сознание всегда пребывает в реальном моменте времени, здесь и сейчас. Не гуляя в мыслях, ни в прошлом, ни в будущем, бодрствующее сознание всегда настроено на божественную волну. Если нет у вас мыслей, если эмоции у вас в покое, то сознание ваше, индивидуальное, настроено на божественную волну. Вы живёте в вертикальном времени. Как только появляется мысль, сразу появляется линейное время, вы уходите с божественной волны. То есть ваша радиостанция уже работает не на божественной частоте. Почему вам так много внимания, уделяем молчанию ментальному. Или пребыванию в сердце, пребыванию в том месте, где мысли, в общем-то, абсолютно не нужны. Постоянный настрой на божественную волну – это бодрствующее сознание. Только бодрствующее сознание способно прямо на входе в поле активного ума увидеть непотребные помыслы, нелесоприятные качества эгоистические увидеть, чтобы обнаружить их наличие в вас и не дать им реализоваться. То есть ясно видеть то, что прямо препятствует вашей духовной реализации. Только бодрствующее сознание может это осуществить. И когда вы говорите, что слишком поздно обнаруживаете или вообще не обнаруживаете то, что должны непременно видеть, то, что уводит вас в сторону и выводит из равновесия, это свидетельствует об отсутствии у вас бдительности сознания как одного из важнейших направлений в реализации пути сознательной духовной революции. Учитесь раз за разом, ибо никто за вас этого сделать не может. Нет бдительности сознания, нет и продуктивной работы на пути. Чем ещё замечательна практика бдительности, так это возвратом вашего сознания в реальное время, ещё раз подчёркиваю, настройкой вашей духовной радиостанции на божественную волну. Это следует из наших научных исследований в части оценки состояния и действий пилотов в экстремальных условиях, позволивших сформулировать новую релятивистскую концепцию психической деятельности человека, предельно просто и чётко объясняющие поведение людей в любых жизненных ситуациях. Главной причиной всех человеческих неурядиц абсолютно всех является постоянное выпадение сознания индивиду из реального времени, то есть функционирование его в рассудочном режиме или эмоциональном режиме, с отставанием от реального времени или с опережением. В результате реальный мир, реальный мир, это мы показали, опять-таки, в наших научных исследований, всегда воспринимается человеком в искажённом виде, всегда воспринимается пропущенным через ментально-витальную призму. Не напрямую, когда сознание бодрствует, а через эмоции и ум. Всё. В результате реальный мир всегда воспринимается в искажённом виде, и, соответственно, поведение и действие индивида практически во всех ситуациях неизбежно, но есть неоптимальный, а порой и деструктивный характер. Понятно, если не так воспринимать, то и не так, соответственно, поступаете. Ясно или нет? Вот вернуться в реальное время помогает практика бодрствования сознания. Вы должны быть в реальности. И только тогда всё в целом, вроде ничего не видите, но всё под контролем. И тогда решение не вы принимаете, а сам себя пастук, все ваши действия исходят изнутри. Спонтанно. Ясно? Не надо голову ломать. Вот она, жизнь как облегчается. А вы всё вот так, туго-думы. Я вот как-то по-хитрому поступлю. Господь, не обманешь. Браждебная сила использует вашу хитрость и становится вашим могильщиком. Вот и всё. А посему важнейшим элементом повседневной практики бдительности сознания, прямо способствующей настройке на божественную волну, является ещё пребывание вашего активного сознания в процессе выполнения вами любой рутинной деятельности, без отвлечения в уме на что-то постороннее. Ну, вот самый простой пример, я его часто использую. Например, если чистите зубы, то занимайтесь именно этим, но не механически. Отслеживайте каждое движение щётки. Если кушаете, то ни на что не отвлекаясь, находитесь в процессе приёма пищи. Если просто куда-то идёте, то идите молча и не спеша. Находитесь в процессе ходьбы. Если идёте на работу, то не на работу идите, а просто идите. Как только вы идёте на работу, у вас доминанта. Она мешает вам просто идти. Ясно? А? Вы знаете, торопиться. Вы просто идите. Научитесь просто идти. Ходить просто. Вы поняли? Или не очень? Механически не делайте ничего. Как только на автомат приходите, там вот выключатель, у вас там переместили с одной стены на другой, вы тут ищите, а он уже там. Поняли? Так что, знайте, где у вас выключатель вообще-то. Помните всегда. Биоробот, человек-биоробот, а сегодня подавляющее большинство насильников Земли в этом статусе присутствует. Для эволюции духовно абсолютно неинтересен. Это животный мир. Животные живут механически, также и человек-биоробот. У вас столько стереотипов напичкано всяких разных, что вы вообще не живёте живой жизнью. Вы живёте механически. Просто. Не надо создавать никаких новых роботов, роботы уже созданы. Биологические роботы, не надо механических. Они есть уже. Подавляющее большинство насильников Земли пребывает в этом статусе. Вы должны им перестать быть, работая на пути. Понятно? Чтобы Господь вас узнал и привечал в качестве потенциальных союзников и пригодного духовного материала для принесения требуемых духовных плодов. Так что никакой механики. Всё в полной осознанности. Учитесь. это должно стать нормой вашей повседневной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok